Торговые павильоны «Жанат» и «Асхат» находятся на так называемой «красной линии». Эту территорию владельцы рынков должны были очистить еще шесть лет назад. Однако, несмотря на предупреждение, продолжали сдавать в аренду торговые места. Сегодня администраторы этих павильонов получили уведомление, согласно которым в ближайшие пять дней территория должна быть полностью освобождена. В настоящее время тоже по исполнению решений никаких мер не принимает. Добровольные дали время пять законных дней. Если добровольно они не будут исполнять, то принудительное исполнение назначено 21 ноября. А вот продавцы о сносе рынка узнали отсюда исполнителей. По их словам, владельцы торговых павильонов не предупредили о прекращении деятельности. Мало того, с коммерсантов взяли арендную плату за торговые места до конца декабря. К слову, подобные уведомления уже получили владельцы шести рынков. Житусу, Женес, Акжар, Аян, Айагос и Борыс. Территорию они должны освободить до 1 декабря. Красную линию мы отмерили вдоль Северного кольца полностью. То есть это совместно с геодезейстом, с архитектором района. Вдоль Северного кольца расположено 17 рынков. Это свыше шести тысяч торговых мест. И большая их часть находится на красной линии. Но прежде чем начать снос барахолки, руководством города был детально продуман альтернативный проект. Это будет торговый город с современными павильонами, местами отдыха и парковками. Снос контейнерных рядов – это расчистка территории под глобальный проект. Тем более, что коммерсантам предлагаются места на новых рынках со всеми удобствами. Есть на территории города другие рынки, которые заявили, что они могут принять некоторое количество торговших на своих участках. Это базар рынок Ужет, который находится в западной улице Северное кольцо, ниже Бака. Тоже рядом. Есть рынок тоже Семеричек. Строительство новых торговых павильонов и дороги на Северном кольце начнется уже весной следующего года. Вместе с барахолкой в общей сложности в мегаполисе планируется модернизировать еще 34 рынка.